Здравствуйте! Меня зовут Галина Титарчук, в эфире программа «Комфортный город». 33 миллиона рублей было выделено в прошлом году на ремонт магистральных улиц в Ленинском районе города Чебоксара. Еще 150 миллионов было потрачено на ремонт и восстановление дорог по улицам Энгельса, Ярославская, Богдана Хмельницкого. Такие цифры озвучил глава администрации Ленинского района Николай Прокофьев на встрече с жителями в рамках проекта «Открытый город». В прошлом году в Ленинском районе отремонтировали внутридворовые территории, привели в порядок тротуары, обустроили парковочные места, которые смогли вместить порядка 440 машин. 35 дворов украсили малыми архитектурными формами. В этом году работы по капитальному ремонту дворовых территорий, обустройству детских площадок, освещение и парковок продолжаются. Район преображается на глазах. Но проблем осталось немало. Я хотела бы узнать о судьбе строительства поликлиники, которую обещали построить. По-моему, мы собирались три года назад на собрание района, жителям пообещали, но никаких следов этой стройки до сих пор так не видно. Что, собственно говоря, намереваетесь делать? Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. В этом году, я как знаю, выделены 50 миллионов рублей. Работы в этом году начнутся. Ориентировочно они завершатся к 2019 году. Работа поликлиника детская и для взрослых здесь будет построена. Исторически сложилось так, что в центре города Чебоксары по проспекту Ленина, дом 12, долгое время работали поликлиника номер 2 и родильный дом номер 2. Несколько лет назад эти медучреждения были закрыты, так как здания сильно обветшали и перестали соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам. Принимать и обслуживать пациентов, а тем более будущих мам, здесь стало просто невозможно. В конце 2012 года администрация города Чебоксары при участии жителей приняла решение. Построить на месте старых зданий новое современное медицинское учреждение. Доступность поликлинического обслуживания для жителей города Чебоксары – это действительно актуальная проблема. Активный рост жилищного строительства, который мы видим и наблюдаем в течение последних лет, конечно, определяет сегодня, к сожалению, неравномерность медицинского обслуживания. А это и дополнительные очереди, это и дополнительное время для пациентов, для того, чтобы добираться до поликлиник. Это особенно актуально для пожилого населения. В последние десятилетия в центральной части Чебоксар активно строятся и заселяются новые многоэтажные дома, а, соответственно, растет число горожан, которым необходимо обращаться за медицинской помощью по месту жительства. Единственная поликлиника центральной городской больницы, которая здесь имеется, рассчитана на 1200 посещений в день. По факту, обслуживает в два раза больше больных. И чтобы попасть на прием к терапевту, пациентам приходится по полдня проводить в очередях. На консультацию к узким специалистам попасть еще сложнее. Порой приходится ждать 3-4 недели. Поэтому жители Ленинского района строительства новой поликлиники ждут с большим нетерпением. Я думаю, что для нас и для каждого жителя города Чебоксар это долгожданное событие, которое скоро наступит. Мы начинаем строительство новой многопрофильной поликлиники в городе Чебоксаре на 500 посещений в смену. Планируется, что поликлиника будет обслуживать более 8-10 тысяч человек. И планируется, что в составе поликлиники будет взрослая, детская поликлиника, женская консультация и весь спектр всех необходимых узких специалистов. Предполагается, что в пятиэтажном здании многопрофильной поликлиники разместятся кабинеты неотложной помощи, доврачебного осмотра, рентген-кабинет, кабинеты флюорографии, мамографии, компьютерной томографии и процедурные, а также кабинеты женской консультации, дневного стационара и актовый зал. Архитекторы предусмотрели даже фонтан, зону отдыха, кафе. Сюда можно будет приходить с детьми на целый день, чтобы получить не только консультацию специалистов, но и лечение. К тому же здание, проект которого был разработан проектным институтом «Чуваш-Граждан-Проект», по словам разработчиков, должно органично вписаться в проспект Ленина и стать его украшением. В настоящее время вся необходимая проектно-сметная документация, она готова, и в скором времени будут объявлены торги по началу строительства поликлиники. В этом году старые здания демонтируют, вывезут мусор, а уже в следующем начнется строительство. Планируется, что к 550-летию Чебоксар горожане получат в подарок новую современную комфортную поликлинику. В проекте новой поликлиники заложены площадкой для парковки автомобилей, а ведь наличие стоянки для машин – это одна из самых острых проблем для любого города. С появлением в городе новых зданий сооружений неизбежно встает в вопрос парковочных мест, особенно возле спортивных, оздоровительных учреждений, мест культурного отдыха, больниц и других. Решить проблему парковок жители просят на каждой из встреч в рамках проекта «Открытый город». Улица Гладкова – это практически мини-больничный городок, скажем так. И вот она совершенно не предусмотрена для парковки. Люди, естественно, приезжают в больнице или берут машину такси или сами на машине, и там припарковаться практически невозможно. Какие-нибудь есть планы в этих отношениях? Николай Петрович отметил, что медучреждения по улице Гладкова строились, в основном в 70-80-х годах прошлого века. Естественно, что в то время никто и не думал устраивать возле каждого нового здания стоянки для авто. Поэтому существующая застройка на улице Гладкова не позволяет строить там большие парковки и сейчас. Планируем строительство парковок, платных парковок на территории города. Значит, для этого изыскываются свободные земельные участки, в том числе и в районе улицы Гладкова базового проезда. Запланировано пока строительство трех таких парковок. Полностью решить вопрос на улице Гладкова пока не представляется возможным. На этом участке проходит огромное количество коммуникаций, покрывать их асфальтом нельзя. Одно из решений строительства экопарковок. Экологическая парковка представляет собой обычный газон, которому автомобиль не может нанести видимых проблем. Для устройства экопарковки применяется специальная газонная решетка, сделанная из прочного морозостойкого пластика или ее аналог из бетона. Решетка укладывается на подготовленный грунт, засыпается землей и засеивается газонной травой. По покрытию экологической парковки можно спокойно передвигаться пешком и на двухколесном транспорте. Этот вид места размещения автомобилей очень распространен в Европе. Сегодня экопарковка становится популярной и у нас. Вопрос строительства парковки был рассмотрен в марте текущего года. В связи с большим количеством подземных коммуникаций парковка будет выполнена в виде экопарковки. Сроки строительства ее пока, к сожалению, подсказать не смогут. Планируется, что экопарковка площадью 325 квадратных метров разместится возле протезно-ортопедического предприятия и между детским восстановительным центром и РКБ. Одновременно на ней можно будет припарковать 18 автомобилей. На первый взгляд это кажется каплей в море, но со временем при наличии финансирования стоянку, возможно, удастся расширить и превратить ее в современную наземную многоуровневую парковку. К слову, многоуровневые паркинги – единственный эффективный способ решения проблем хранения автотранспорта в большом количестве на небольшой территории. Они могут вмещать в себя от нескольких сотен до нескольких тысяч машин. Сейчас же на улице Гладково без особых проблем могут оставить свои авто только пациенты, приезжающие на консультацию и лечение в Федеральный центр травматологии и ортопедии. Такая же возможность есть и у посетителей кардиологического диспансера. Возле этих медицинских учреждений устроены современные автостоянки. А вот посетителям детско-инфекционной больницы, детского восстановительного центра, детско-республиканской клинической больницы приходится бросать свои машины вдоль дорог. Это создает дополнительные проблемы и на без того узкой проезжей части. Вопрос отсутствия парковочных мест на данном участке дороги предложено решить путем организации одностороннего движения по улице Гладково от улицы Осипова до дома номер 25 по улице Гладково. Таким образом мы разрешим на одной стороне улицы парковку автомобилей в связи с ограниченным количеством парковочных мест. То есть те парковочные места, которые существуют, они не в достаточном количестве. Планирую в ближайшее время это организовать. Таким образом на улице Гладково удастся обустроить еще около 50 парковочных мест. Кстати, места для автопаркинга в городе определяют районные администрации совместно с депутатами. С 2011 по 2015 год в Чебоксаре было обустроено 418 парковок. В этом году планируется построить еще 110 оборудованных стоянок для автомобилей. Больше всего таких мест, а именно 46, будет обустроено в Ленинском районе, в Московском районе 32, в Калининском 31 парковка. Еще один вопрос. Парковка машин прямо на проезжей части. По этой дороге, улице Чапаева, постоянно паркуются машины. Дорога не такая уж узкая. Машины, там периодически бывают тоже аварии. Нельзя ли как-то навести порядок? То есть парковка прямо на проезжей части дороги, по-моему, не дело. Очень много машин. Вот пройдите как-нибудь, посмотрите, особенно вечером. Да вообще ни пройти, ни проехать. Действительно, и возле шестой школы автомобили стоят на дороге. Мы рассмотрим возможность установки запрещающих знаков. Стоянка запрещена, остановка запрещена. Этот вопрос был перенаправлен в управление ГИБДД сразу после встречи. Уважаемая Мария Валерьевна, надзор за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения, в том числе осуществление остановки и стоянки транспортных средств, действующим законодательством Российской Федерации, возложен на Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. Уважаемый Эдуард Юрьевич, в связи с обращением к Уделиной МВ по вопросу стоянки транспортных средств по улице Чапаева просим усилить надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований постановления Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года, номер 1090, о правилах дорожного движения на указанном в обращении участке дороги. А мы, в свою очередь, напоминаем, что нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет за собой наложение административного штрафа в размере 2000 рублей. В августе проект «Открытый город» продолжит свою работу. Его участником может стать любой неравнодушный житель, кому не все равно, как выглядит любимый город, насколько он комфортен для проживания. Приглашаем всех, у кого есть идеи и предложения по развитию столицы, кто видит решение проблем. Ближайшая встреча жителей с представителями власти состоится 29 июля в Заволжье в информационно-культурном центре поселка Сосновка в 18.00. На вопросы будут отвечать Анатолий Павлов, заместитель главы администрации, начальник управления архитектуры и городостроительства, и Сергей Крутиков, начальник заволжского территориального управления. В Калининском районе встреча состоится 4 августа в школе номер 40 города Чебоксары. На вопросы будут отвечать Алла Салаева, заместитель главы администрации по социальным вопросам, Яков Михайлов, глава администрации района. В Ленинском районе встреча состоится 25 августа в школе номер 36 города Чебоксары. На вопросы будет отвечать Николай Прокопьев, глава администрации района. В Московском районе встреча состоится 11 августа в школе номер 54 города Чебоксара. На вопросы будут отвечать Алексей Маклыгин, заместитель главы администрации, руководитель аппарата, и Андрей Петров, глава администрации района. Субтитры создавал DimaTorzok